Приверка с идеей, мне кажется, все уже мы с ними не видим. Сколько можно туда сюда? Молодильник? Да. Пожалуйста. В общем, ребят, всем привет. Будем общаться по такой связи, какая есть. Вот я сейчас на себя смотрю, все идеально. Давайте подключайтесь. Топ эфир. Сейчас лучше качество. Отличное качество. Да вы не лайкаете. Кто у вас на контакте на лицо? Кого? Меркуляет. Ты имеешь в виду, к кому обращаться по поводу развлечения? Ну, потом скажем. Таня начал. Сколько времени нужно для подготовки к соревнованиям по фитнесу и кинешь? Ребят, всем привет. Я Даша Пирожкова. Привет. Мы вообще собрались сегодня с Сашей рассказать о нашем мероприятии, который будет проходить в апреле с 20 по 22 апреля. Это целый уикенд, посвященный женщинам. Сразу же назвали его громко Международный женский форум Национального антинаркотического союза, потому что в будущем очень надеемся, что и знаем, и уверены, что будут к нам приезжать девочки из других стран. Сегодня о нем хотелось бы поговорить, ну и как раз ответить на вопрос, который там, сколько надо готовиться. Саша будет готовиться полгода. Она будет выходить в конце сентября. Замечательную женскую номинацию фитнес-модель в красивом слитном купальнике, а потом будет второй выход у нее в платье красивом. Это очень женская красивая номинация, в которой не надо жестко готовиться, как на фитнес-бикини или бодифитнес, где не надо употреблять какие-то препараты. Просто нужно показать свое красивое спортивное тело. Собственно, красивое есть, спортивное делаем. Да, ну вот, мышцы прилистают по другому поводу. С 20 по 22 апреля, как говорила Даша, мы будем спикерами на международном женском форуме. Как спикеры и как организаторы вместе. К нам сейчас в скором времени подключится Никита Вячеславович Лушников. Это председатель Национального антинаркотического союза. В общем, девушки, которые попали в трудную ситуацию. Это как побои мужа. Может быть, побои мужа. Либо, возможно, в детстве у вас были очень большие трудности с родителями. Наркомания, алкоголизм. Либо наркомания, если девушка страдает этим алкоголизмом и наркоманией, либо у нее в семье эти проблемы. Если происходят побои, если матери одиночки, если проблемы в семье с мужем или с родителями. Просто девочки, которым не хватает девушки, женщины, которым не хватает мотивации в жизни. И необходимо замотивироваться такими же женщинами, успешными, можно так сказать, которые в этой жизни прошли через трудности и могут дать заряд мотивации. Плюс ко всему, это такой уникенд расслабляющий, можно так сказать. Где будет проходить тренировки, йога, медитация, концерт для девочек. Будет приглашен звездный спикер. Вас смотивирует на еще большее, так скажем, движение по жизни. То есть для девушки это такая площадка, в которой... Ребята, давайте сразу договоримся, так что свои какие-то грубые или ненавистные комментарии оставить при себе. Лучше, если вы хотите когда-то выплеснуть свою энергию, то лучше давайте вместе поможем девчонкам. Давайте я включусь, если можно разбавить женское общество. Я вот, мне никогда не пишут никаких комментариев другу. Я просто скажу одно, что если пацан может позволить себе в эфире оскорбить певчонку, я сразу скажу, что это самый основной признак рементистики. Я такие студенты, это такое чертовское признак, поэтому присоединяйтесь к нашему, чтобы с чертовским характером люди покинули эфир, потому что хочется хорошим тематом поднять, особенно для девчонки. Слово шкуру, если что-то, ну, мне не надо думать, что кого-то вот, ну, хочет обидеть. Если я вижу, что пацан пишет, что у шкура, он перестает к этому пацанам, в этом эфире, как минимум, точно. Поэтому я хочу, чтобы нормально, хотя бы, чтобы пацаны остались в эфире, хочется очень хорошим тематом поднять, ну, больше для девчонок. А тем, кто хочет поговорить о шкурах, я на 100% в другие аккаунты, нет. Поэтому, девчонки, я сейчас хочу сказать очень важную задачу. Даша сказала, что я руководитель антинаркотического союза, большого. И в этом союзе есть эхо у меня большое, да? Мы туда перейдем. Сейчас в секционном мы что-то придумаем. Или мне нужно уйти, да? Может, мы туда на второй этаж пойдем? Кто, вы или я? Ну, конечно, а что такого? Пошли. Нет, у тебя он тоже на наружении. Ну, просто рядышком, девушки. Я если что, слежу, чтобы все было правильно. Сейчас есть эхо? Не, нормальное качество, все хорошо. Эхо у меня. Там есть стол справа? Сейчас, ребят. Ребят, ну реально, вы... Я вас начну сейчас просто всех блокировать. У меня вообще... Вот сейчас кто будет писать плохие комментарии, я вас всех буду просто банить. Мы уже полетели в банк. Все, эхо сейчас не должно быть уже. Да не надо, Саша, не надо никого блокировать. Пусть пишут. Просто нужно обозначить. Да, откуда вы у них приедете, они... Когда начинается вот такой вот... Благотворительный этап жизни, начинаются какие-то черти выходить из-за людей просто. Зачем? У меня есть мои подписчики, а когда попадают в топ эфиров, приходят, откуда-то вообще левые лица, которые начинают... Скажи, Асташ, куда в жизни без чертей? Не было бы чертей, не было бы ангелов. Все нужны в этом мире, поэтому пусть будут. Меня радует, что они есть, они бесятся с ними. Мне так не нравится, они так визжать начинают. Ну пусть визжат. Зато сразу видно, кто есть кто. Поэтому, если есть такие, пишите, давайте. Просто знайте, что тут сразу видно, кто есть кто. А мы перейдем в главный тень. И, девчонки, еще раз хочу обратиться к вам лично. Потому что сегодня учрец посвящен женской аудитории, женской половине. И то, что сказала Даша, то мероприятие, которое будет в апреле, оно очень важно, девчонки, именно для вас. Потому что я много лет работаю с прекрасной половиной, которая, к сожалению, попадает в тяжелую жизненную ситуацию. И девчонкам, по правилам, намного сложнее выбраться из них, чем пацанам. И я встретил столько сильных девочек на своем пути, настолько сильных, на которых вообще можно строить, я вам скажу, на такую нашу страну. А какие проекты сумасшедшие, о которых мир будет в итоге узнавать. И эти девчонки стали сильными только благодаря тому, что в них поверили. Что рядом оказался кто-то, кто сказал ей, слушай, не позволяй никому судить о своем потенциале, а стань той, кем хочешь. И многие достигли высочайших результатов. Этот форум, он направлен именно на вас, девчонки. У кого есть сомнения, кто чувствует силу большую, но не может ее применить, приезжайте с 20-го по 23-е. По 22-е. По 22-е число. И именно там будет, знаете, мне нравится очень название, которое девчонки сделали для проекта, прокач-шоу. Потому что там всегда прокачка. Нам всем обязательно с вами нужно прокачиваться. Как любую, не знаю, хорошую машину, с которыми сравнивают, да, спортсмены себя, я машина. Как любую машину нужно прокачивать. Иногда, раз в полгода или в год точно, чтобы она оставалась хорошей машиной. Так и человек. Каждого человека все равно нужно прокачать, обновить, обмыть, дать ему новых сил. Поэтому именно эти дни вы можете классно прокачаться. Там не будет мужчин, как я знаю, да, девочки, совсем. Да. Это тоже круто. Потому что мужчины иногда нас смущают. И я вам скажу, девчонки, за каждым сильным победителем и первым номером в мире всегда стоит сильная женщина. Всегда. Нет победы мужчины, если рядом его не вдохновляет настоящая женщина. Поэтому у вас огромная сила. Помните это. Я всю себя ставку делаю на женскую половину нашей работы. И у меня основные бойцы, это не пацаны, а девчонки. На них все держатся. И их мало кто видит. Так что девочки, которые всю жизнь со мной идут рядом, вам большой привет и спасибо. Также с Сашей, с Дашей. Поэтому, девчонки, ждем вас. Все вопросы вы можете задавать. Даша, у Саши, есть у нас еще ответственное лицо, Таня Широкова. Вы можете ее найти. Но я вам отвечаю. Это один из первых очень сильных проектов женских, которые дадут еще о себе знать. И если вы будете стоять у истоков, вы не пожалеете то, что... Вертик. Таня, да, иди к нам. Давай, все, я укажу. Все, давай, да. Ну, конечно, вот сразу видно, мои кабанчики самые нормальные, самые классные, крутые. Пришли какие-то просто вообще уроды. Как вы вообще живете? Вот реально, если у вас столько всего, лучше давайте напишите нам, и вместе будем помогать. Первый пост на моей странице. Более подробная информация. К сожалению, с профессионалами, я не принимаю все серьезно. Ну, что бы. Ну, не сказала бы на самом деле. Просто на самом деле есть люди, которые реагируют неадекватно на такие серьезные вещи, о которых мы сейчас говорим. Я еще раз повторю, что мы с Сашей вышли рассказать вам о том, что в апреле месяце у нас будет очень грандиозное, очень серьезное мероприятие. Я только что на связи был председатель правления антинаркотического союза. Это человек, который сам прошел через все это, да, через наркотики и уже более 10 лет остается трезвым. И прекрасно понимает, как никто, что женский алкоголизм и наркомания, это все происходит из-за неустроенности женской. И мы это прекрасно с Сашей понимаем, поэтому подходим к этой проблеме очень серьезно. И решили сделать это мероприятие не только для девочек, которые, да, у них есть проблемы с алкоголем, с наркотиками, а есть проблемы вообще в принципе в жизни, которые не дают им смотивироваться, которые гоняют их в глубочайшую депрессию. Очень многие, конечно, пишут и Саше, и мне о том, что мы непонятно для чего и зачем это занимаемся, что мы там хотим каких-то денег заработать или чего-то. На самом деле вот Саша, мы с Сашей общаемся уже более 6 лет, и я могу сказать, что это пример той девушки, которая должна быть, а я в свои 36 лет прошла в жизни тоже зависимость, и могу сказать, что сейчас только начинаю жизнь. То есть мы, два таких у нас таких разных возраста, которые дают девочке понять, девочке, я всех называю девочками, даже если там 40-50 лет, которые дают понять, что в любом возрасте можно начать, в любой ситуации можно начать. Я была и мамой-одиночкой, и разведенкой, и были побои в жизни, и наркозики, и алкоголь, и безработица, чего только не было в жизни, поэтому через все это можно пройти, из города поднятой головой выйти. У меня подрастает прекрасный сын, которому 15 лет, который всю мою судьбу знает, я ничего не скрываю, и мы реально с Сашей решили, что нужно девчонкам давать мотивацию. У меня в свое время, когда мне нужна была мотивация, ее не было. Сейчас ее очень много на просторах интернета, всякие проходят форумы и так далее. У нас такая, знаете, семейная цена сложилась в нашем прокат-шоу с Сашей, который у нас есть, можно сказать, фитнес-проект, но на самом деле он больше психологический проект, потому что если психологически свою голову не перепрокачать, то ничего в теле не получится. Саша сейчас тоже это проходит. Она психологически на самом деле настроена, у нее заряд энергии, эмоций, мотивации дает то, что она занимается спортом, и она в скором времени тоже сможет вам с гордостью сказать, что уйдя в спорт, можно уйти от многих проблем. Правда? Да, в общем, заходите ко мне на страницу, первый пост. Речь идет о том, что 20 по 22 апреля состоится международный женский форум девушкам, попавшим в трудную ситуацию. В течение этих трех дней девчонки только будут девочки. С ними будут проводиться тренировки, им будет выделено питание, у нас будут спикеры очень крутые, концерт. В общем, все для девчонок, чтобы они знали, что они не одни. Так что всем спасибо за эфир, сохраню этот эфир. В посте написано, к кому нужно обратиться для того, чтобы забронировать себе место. Там очень хорошая, лояльная буквально цена только за проживание за эти три дня. Это Москва, все-таки должны все понимать, что мы просто постарались для вас найти очень хорошее место с 25-метровым бассейном, чтобы там устроить гидроаэробику, медитацию. В общем, для девочек сделать просто, ну, действительно, такие маленькие два с половиной дня рая, чтобы вы отдохнули и действительно уехали уже, знаете, не смотивированные на один месяц, а на долгие годы. И вот, обязательно будем повторять это мероприятие. Поэтому поддержите нас, мы сделаем все возможное для вас. Спасибо вам большое за эфир. Да, все, моим подписчикам большой привет. А тем, кто новый и писал всякие какашки, вам тоже привет.